День с толком День с толком Ограничения для всех видов транспорта введены на трассах от Змейногорска в сторону Новосибирска и в направлении Рубцовска, на участке Алейск-Черышская. Кроме того, движение грузовых автомобилей и автобусов ограничено от Бийска в сторону Кемеровской области и Республики Алтай на всем протяжении. Традиционно спасатели и дорожная инспекция просят воздержаться от дальних поездок и постоянно следить за прогнозом. На краевом сайте МЧС вы можете подробнее ознакомиться с перечнем закрытых участков и узнать телефоны диспетчерских служб. В Новоалтайске продолжается реконструкция туберкулезного диспансера. Напомним, его строительство длится с 2011 года. Несколько лет подряд работы не проводились из-за банкротства подрядчика, а часть здания разрушилась. Теперь диспансер возводит другая компания. На каком этапе строительной работы узнавала Полина Жданова. 100 миллионов рублей из краевого бюджета уже ушло на восстановление построек будущего туберкулезного диспансера в Новоалтайске. Фундамент долгостроя заложили в 2011-м, но подрядчик разорился, а новых средств в бюджете не нашлось. Здания стояли и рассыпались 7 лет, но в конце 2018-го работу возобновили. Новому подрядчику, по сути, пришлось делать двойную работу – заново переделывать все корпуса. Корпус стационарный на 250 койко-мест, диагностический, восстановительный, лечебный корпус. Вспомогательные здания сооружения, вот здесь мы находимся в здании пищеблока, которое практически полностью заново здесь пришлось перебирать кирпичную платку, отделку, переделывать перегородки. Значит, сейчас объект, вот этот конкретно объект в стадии завершения, вспомогательные объекты тоже все в стадии завершения. Переделаны несущие стены, кладка, собрали заново прачечную, морг, обеззараживающий корпус. Почти во всех помещениях уже есть отопление. Подрядчик использовал современные технологии. Например, раньше в медучреждениях не делали подвесные потолки, а теперь они есть. Самым сложным и долгим процессом была разработка нового проекта стройки с учетом актуальных санитарных требований. На это ушел практически год. Полностью поменялась вентиляция, противопожарная вентиляция, приточная вентиляция, охранно-пожарная сигнализация поменялась. По сегодняшним действующим нормативам двери поменялись, где-то противопожарные, где-то санитарные двери. Сейчас в блоках продолжается монтаж перегородок, лестниц, кровли, утепляется цоколь. Дальше, как нам пояснили, последует этап отделки и покупки нового оборудования. На все это из бюджета выделено 980 миллионов рублей. По словам замминистра строительства ЖКХ «Края», этих денег точно должно хватить. Ввод диспансера в эксплуатацию намечен на конец 2021 года. И на этот раз, уверен подрядчик, сроки окончательные. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Напомню, большинство туберкулезных диспансеров «Края» расположены в старых зданиях, где не хватает современного оборудования. В Рубцовский диспансер и вовсе закрыли. Здание в центре города, куда ему предлагают переехать, тоже далеко не новое. Туберкулезный диспансер, который строят в Новоалтайске, значим для региона. Там планируют лечить и консультировать пациентов со всего края. Теперь к другим темам. За поправки в Конституцию россияне проголосуют 22 апреля, а вот сам текст поправок только определяют. Сейчас свои предложения в поправки вносит каждая партия. Так, ключевые идеи справедливоросов должны сделать Конституцию более социальной. К примеру, они предлагают повысить им род до прожиточного минимума и позаботиться о работающих пенсионерах. Чтобы индексация пенсии была не только для неработающих, но и для работающих пенсионеров. И чтобы она была каждый год. Мы хотим внести поправку о Центральном банке. Чтобы Центральный банк не только, во-первых, подчинить его госорганам Российской Федерации. Во-вторых, чтобы он не только отслеживал устойчивость рубля, а чтобы он отвечал и за экономический рост в стране. Еще одно важное предложение – отмена пенсионной реформы. Но внесут ли его в общий список, решит Госдума. Она голосует первой. Кстати, Александр Терентьев полагает, что выборы в федеральный парламент состоятся в этом году, но уже после поправок в Конституцию. Поэтому шутит, что готов назвать избирателем всех противников возвращения прежнего пенсионного возраста, чтобы Новая Дума действительно отвечала запросам россиян. Масштабную копию знамени Победы развернули на одноименной Барнаульской площади. Торжественное мероприятие, организованное юной армией и боевым братством при поддержке правительства края, Министерства образования и науки, региональных общественных ветеранских организаций. Все это в рамках международной акции «От победы к победам», которая проводится в третий раз. В Барнауле в акции приняли участие школьники со всего региона и республики Алтай. Масштабную копию знамени Победы развернуть! Знамя развернули юно-армейцы, казаки, участники военно-патриотических клубов всего около ста человек. Подобное мероприятие проводится по всей стране. Особо значимым оно стало в этом году, поскольку он объявлен годом памяти и славы в связи с 75-летием Победы. В планах юно-армейцев разворачивать знамя по всей стране и за рубежом, от Курил до Рейхстага, в течение всего года. А дать честь потомкам в Берлине планируют 2 мая. Мы же говорим сегодня об истории, чтобы не искажали эту историю. Они сейчас каждый придет домой и в интернете загуглишь, что такое знаем Победы, да? И посмотрят в Википедии, что этот символ, который является нашим общим национальным символом, за которым 27 миллионов погибших за наше отечество. Алтайские хирурги впервые в Сибири через проколы удалили большую опухоль 14-летней девочки. Благодаря такому методу удалось предотвратить неизбежные при обычной операции последствия – сужение зрачка. В чем заключалась сложность и можно ли поставить такие операции на поток, расскажет Валентина Аскерова. Прокол у нас здесь, прокол выше. Ну, они уже практически зажили, их уже практически не видно. Вместо 25-сантиметрового шрама на груди всего лишь несколько царапин. По юной Даше ей не скажет, что пару недель назад она пережила серьезную операцию по удалению опухоли. Болезнь протекала бессимптомной. Лишь в январе новообразование дало о себе знать. Надо было 13-го числа идти в школу, на 12-го начала подкашливать, как бы чуть-чуть. Мы оставили дома и начали кашель этот лечить, но уже не могли вылечить. Уже антибиотики прокололи, она начала все сильнее и сильнее продолжать кашлять и уже задыхаться. Девочку обследовали, сделали МРТ, а на ней 5-сантиметровая опухоль. Благо, доброкачественная, что встречается очень редко. Обычно это злокачественное образование. Девочке повезло, несмотря на внушительный размер опухоли, ее извлекли щадящим путем через проколы. Такой метод алтайский, да что там алтайский, сибирские хирурги проводят впервые. Сложности выделены. Во-первых, анатомическая локализация. Рядом крупные сосуды находились, поэтому сложно было их обходить, потому что если повредить сосуд торакоскопически, то помочь ей будет практически невозможно. Решились, психологически настроились и пошли на операцию. Бригада хирургов колдовала Наташей больше трех часов. Опухоль покорилась не сразу. Из-за большого размера ее попросту не могли извлечь. Уже готовы были отложить эндоскоп и вскрыть грудину, но все же справились. В результате нет ни шрамов, ни патологии глаза, которые случаются при обычной операции. В основном это неврологическая симптоматика. То есть это может экзофталь быть, может, допустим, нарушение зрачковой реакции быть. Ну, то есть вариантов много. Тос может быть, опущение верхнего века. То есть вариантов очень много. Кстати, такую операцию хирурги готовы поставить на поток. Если появится пациент, они уже во всеоружии смогут прооперировать. А свою первую пациентку уже выписывают. Девочка полностью здорова. Три месяца ограничения по физкультуре и, хоть в профессионалы по плаванию, никаких ограничений. Кстати, в будущем Даша мечтает стать ветеринаром, лечить животных. А о том, что она пережила сложнейшую операцию, уже совсем забыла. Есть дела поважнее. А в каком ты классе? Восьмом. Скоро, значит, экзамены через год. Что страшнее, экзамены или операции? Экзамены. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Из Нидерландов с любовью в Алтайский край пришла партия цветов, зараженная паразитом. Нераспространенный в нашем регионе западный трипс представляет из себя маленьких черных насекомых размером до 1 мм. Питается жучок соком тепличных и декоративных растений, провоцируя их увядание. По борьбе с трипсом применяются химические препараты, но у него очень высокая резистентность, то есть способность привыкать к тем иным препаратам. И химическим способом с ним очень сложно бороться. Попасть в теплицы паразитам не удалось. Изъятую партию сотрудники Россельхознадзора уничтожили. В музее Роберта Рождественского в селе Косиха открылось три новых выставочных зала. О масштабах расскажет Илья Кочетков. Туристический сезон еще не наступил, а в музее Рождественского многолюдно. И дело не только в том, что площадь экспозиции увеличилась на 150 квадратных метров. Повод для посещения музея – открытие сразу трех выставочных залов. В первом под названием «Реликварии семьи Рождественских» представлены мемориальные предметы, принадлежавшие членам семьи поэта. Мебель, предметы интерьера, памятные вещи. А в целом организаторы постарались воссоздать быт и особый мир семьи поэта. Две стены, они заполнены фотографиями. Это как раз можно влиять. Они точно так же висели в доме Рождественских. Точно так же на даче Переделкино, где мы с Еленой Владимировной Огневой были, когда комплектовали наш музей. Это все находилось именно там и именно так. «От сердца, от руки» – это вторая выставка. Посетителям постарались напомнить о забытом сегодня в компьютерный век – искусстве каллиграфии. Здесь можно увидеть 30 работ, в основе которых стихи Рождественского. Кроме того, гости смогут пройти мастер-классы по художественному чистописанию. И, наконец, третий зал стал пространством арт-коммуникации. «Здесь должно зайти все воедино. И музыка, и живопись, и графика, и слово, и видео, и звук, скажем так. И здесь все приспособлено для этого». Ожидается, что новые экспозиции станут украшением грядущих рождественских чтений, которые традиционно пройдут в Барнауле и Косихе в конце июня. Илья Кчетков, День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.